...чуть больше минуты остается до начала второй половины матча женской баскетбольной Евролиги, он же суперкубок Европы между подмосковным Спартаком и Скио. Мы поздравляем! 50-39 кубочки впереди после первой половины этой встречи. Довольно результативная она получалась. Дорогая, что в разе самый эффектный проход этой встречи Сью-Бёрк сумел на всех голевых передачах раздать своим подругам подковать. Дорогая, что здесь высокая результативность объясняется тем, что очень много с матанки атакуют в дальней дистанции 7 из 40-50%. Попадания особенно усердствовали здесь Келли Миллер и Сью-Бёрк. По три попытки из четырех реализовали. Девушки, но... Такая очень неплохая коллекция мужчин уже собирается. 11 очков в 7 передач. Боя, щи! Боя, у нас всего два, так что это три полгода, очень неправда будет Сью добраться в день своего рождения. Кстати, Сью сегодня отмечает праздник, но и Сью в огне. 11 очков на ее счету после первой половины. Впереди лишь подруги в команде Келли Миллер и Татьяна Щелкова, на счету которых по 12 баллов. У итальянок Катрин Ресс преодолела отметку 10 набранных очков. 9 добавила Николь Антик, которая всю первую половину отыграла без замен. И 7 на счету Элизабет Морро. 4 из 14 так пробивали итальянки штрафные трехочковые в первой половине этой встречи. Ну вот, собственно, за счет этого и существует небольшое отставание. Карпунина в мазу кузыгла и итальянки отправляются в свою атаку. Морро, Фистер, Антик, Масчиарди и Каролина Фонтани под 10 номером. Так вот здесь пятерка Скио. У нас стартовая пятерка на площадке. Сьюберд, Таяна Каурази, Марина Карпунина, Татьяна Щеголева и Сильвия Фалкс. Бросила этой передачей в контратаку свою подругу по команде Татьяна Щеголева. Сьюберд, Татьяна Щеголева оказалась под концом против двух соперниц. Ну и мяч потеряла. Показывала там Татьяна, что ударили ее по рукам. Сути на это внимание не обратили. Таурази накрыла первый бросок Рафаэла Масчиарди, но со второго предъявления на все-таки мяч в кольцо добилась. Играя тихо она набирает 50-41. С двух промахов из-за дуги начинают стартать вторую половину этой встречи. Видно, не так пристреливая вот эта правая подъемлемая картинка к кольцам. Но будем надеяться, что продолжит они забивать. Татьяна, что добавите по первой половине, как она, на ваш взгляд, вообще сложилась? По первой половине, ну, почем видеть, что хорошо выглядели. Отдельные игроки, отдельные эпизоды. Целой картинкой это составить пока не удается. Очень хорошо Татьяна Щеголева выглядит во первой половине. Сьюзер, в принципе, традиционно хорошо. И у итальянок это Катрин Рез. Самый таким игроком был в первой половине. Ну, в принципе, вот все. Итальянки были преданы себе, играли в защите зону. Быстрых прорывов, чтобы не наблюдалось. У нас было несколько очень ярких эпизодов именно в быстром нападении. Предлагали исключительную личную защиту. Я имею в виду, Спартак пока это работает. Для силы платы очевидно, что максимальная разница. В принципе, вот такая общая картина. Посмотрим, что изменится. Да, в третий чемпионат. Продолжаем наши девушки за него защищаться лично. Немножко добавили они в жесткости, но не надо понимать его арбитра. Несколько секунд назад Марина Карпуни, стремясь сейчас агрессивно сыграть на перехвате, получила персональное замечание здесь по Уразе. По картинке вроде показалось, что по мячу ударило Даяна. Арбитры объявили персональное замечание. И продолжается атака с Кио. И у нас Карпунина. Но вот эта страсть Марина в каждом эпидоне все-таки постараться перехватить, а набрать мяч не может не покупать. Сейчас очень далеко на высшем поле за Фистер и не позволила перехватить спокойный мяч. Получите начать, так что мы передаем. Фистер, скидка на периметр, айтик. Так, как-то такими периодами отличается и коль айтик. Может быть, опять же, связано это с тем, что тут без передающих ваших команды площадки и поэтому в Сирии такие удары, то несколько раз смотря мяч, который не завистирует динам, а потом несколько раз смотря, запрет дистанцию. Но он сейчас такая уличная часть сенсует его айтик. Очень неудачно, брат, у него предыдущая так и получился. И Мора здесь. Очень неудачная передача давала, но вот себе халк. Как увидел, у края глаз летящий мяч. 9 секунд остается.